Восемьдесят лет С одной стороны, конечно, это радость, что восемьдесят лет, 38 из которых его нет на этой земле, а его помнят, его слушают, о нем спорят, его поют, его помнят. И что еще желать в восемьдесят лет? А с другой стороны, все-таки восемьдесят. И это значит, что все меньше людей, которые помнят то время, которые помнят самого Высоцкого. Это значит, что миллионы и миллионы людей, родившихся уже после его смерти, которые не могут его гонить, они в этом не виноваты совсем. Для них Высоцкий, ну, далекая история. И кунир, может быть, бабушек и дедушек. И от этого тревожно, потому что, что будет дальше, не грозит ли ему забвение, так же, как, к сожалению, оно постигло очень многих, абсолютно не заслужено. Останется ли он в нашей жизни? Останется ли он в культуре, в памяти? Ну, что я хочу сказать, вот, об этом дне рождения, 80-м дне рождения отца своего. Когда-то, в 81-м году, мы первый раз собрались отмечать его день рождения без него. Уже полгода, как его не было. И тот же был очень раздруганное чувство. День рождения, а с другой стороны, 43 года, сама цифра, она как-то, все было очень близко. И она, вот эта цифра, она как-то вот подчеркивала какую-то преждевременность, нелепость его ухода. И все были с цветами. Мы собирались около его дома, она была грузинская, ну, понятно, что мы с цветами несли на кладбище. Все были удручены, так скажем. И вдруг появился друг отца моего, в общем, близкий его друг, Всеволод Абдулов. И он один из всех улыбался. Совсем не потому, что у меня было больное. Может быть, ему было больнее, чем другим. Но он улыбался, он подошел ко мне, обнял меня и сказал, Никита, не вздумай хмуриться. Не надо мрачность. Сегодня замечательный день. Володя родился. Это радость. Вот я хочу начать наш сегодняшний вечер с поздравления нас всех, пусть спустя уже несколько месяцев с днем рождения Высоцкого Владимира Семеновича. Поздравляю нас всех, для кого эта радость. Ему 80 лет. Поздравляю. Ах! Откуда у меня грубые замашки? Походи с моего день, даже на пешку. Меня мама родила в сахарной рубашке, Подпоясал меня красным ушаком. Так откуда шумя, хмурые над бровью, От каких таких причин белые вихры Мне папаша подарил бычье здоровье И в головушку вложил Нехухры-ухры Начинал мыть ее свое С Сантуновских бань я Вместе с потом выгонял Злое недобро, годен В смысле чистоты и образования Тут и голос должен быть Чисто серебро. Пел бы ясно я тогда Про луга и далее. Пел бы про красивое, Приятное для всех. Всех со мной Здоровкаюсь, Все во мне прощали, Но не дал Бог голоса. Нету, как на грехах, А заветно хочется. Только б не мешали, Хоть бы раз про главное, Хоть бы раз и то, И кричал со вскрипом я. Люди не дышали. И никто не морщился. Правда, никто. Спасибо.